Всем доброго дня! Это программа Кухонный Эксперт. Данный видеоролик, как и несколько роликов, которые последуют в дальнейшем, я хочу посвятить тому, как я делаю тот или иной контент. Я думаю, что я объяснил свою позицию по поводу того, как я планирую продвигать свой проект. Для чего я планирую это делать? Мне кажется, основная часть уже сказана. В том плане, что я не гонюсь за просмотрами, за количеством человек, подписками. Но, безусловно, мне было бы очень приятно, если бы их было больше, чем сейчас. Но это понятно. Но я не ставлю перед собой задачи заработать на этом всё. Хотя, если удастся, это было бы здорово, конечно. Но основная идея это передать мысль. Передать какую-то мысль, которая придёт, собственно, к какому-то случайному зрителю, к которому, возможно, понравится вам, возможно, нет, и так далее. Я по своей природе творчество минималист, поэтому во многих вещах я не стремлюсь к какому-то идеалу. Хотя использую какие-то вещи, которые я считаю основополагающими. Вы, наверное, заметили, что на мне всегда присутствует кепка. Это часть образа. Это то, что бросается в первую очередь в глаза. Не видно только того, как происходит сам момент записи тех или иных видеороликов. Идея для того или иного видеоролика мне приходит тогда, когда я нахожу какую-то тему, которая интересна прежде всего мне. Как правило, это не хайповая тема. Это тема, которая практически никому не интересна. И интересно, наверное, какому-то отдельному кругу лиц, которые по тегам могут найти мои видео. Ну, по крайней мере, раньше могли. Сейчас я, глядя на статистику, в этом сильно сомневаюсь. Идея приходит ко мне. Я смотрю на то, что выпускают различные блогеры на эту тему. И выпускаю видео только в том случае, если не нахожу ту мысль, которая рождается у меня в голове. Одного комментария недостаточно, потому что, как правило, мои комментарии примерно вот такого размера. И я не сильно сомневаюсь, что кто-то вообще это читает. Поэтому, исходя из вот такого полотна, я решаю, каким это видео будет. После того, как мне приходит идея в голову, я записываю её в блокнот. Блокнот такой маленький, потому что я его использую и на улице, если мне эта идея придёт в голову. И чтобы записать эту идею, мне нужен карандаш. Карандаш должен быть исключительно заточен по ГОСТу. Точилки с заточкой карандашей с этой проблемой не справляются. Как должен быть заточен карандаш, указано по ссылке в описании. На этом заострять своё внимание особенно не буду. Но проблема с точилкой очень серьёзная. Видите ли, когда точилка точит карандаш, она, по сути дела, губит его. И ни в коем случае не стоит пользоваться точилкой, потому что она только портит грифи. Точить карандаши нужно исключительно ножом. Здесь мы переходим к третьему экспонату инвентаря блогера. Нож. Нож должен быть тоже хорошенько отточен и быть удобен для использования. Нож должен быть идеально заточен, но не так, как сейчас, и находиться всегда при тебе. Как, собственно, блокнот и карандаш. Вдруг тебе придёт какая-то интересная мысль, а карандаш не заточен. Представляете, это проблема. Поэтому нож должен быть всегда с собой. Данная модель мне нравится. Хотя, если бы мне позволяли на то условие финанское, я бы купил куда более интересный вариант. Но об этом, наверное, в каком-нибудь другом ролике стоит поговорить. Собственно, на этом заканчивается стадия идеи и сценария. Всё довольно просто. Что хочется отметить по поводу ножа. Существует некоторый миф о том, что ножи являются холодным оружием. И что, дескать, их запрещено носить. К сожалению, некоторые служители правопорядка зачастую этим мифом пользуются. То есть, если у тебя находит нож вроде этого, то могут возникнуть лишние вопросы. А давайте проедем туда. А давайте попробуем узнать, кто вы такой. А с какой целью вы носите этот нож и так далее. Я могу сказать, что далеко не все такие недобросовестные служители. Но, тем не менее, существует такая вероятность, что вам придётся объясняться с людьми, служителями правопорядка, в чём, собственно, дело. Об этом я долго распыляться не буду и лишь дам ссылку в описании на видеоролик, где подробно рассказывается о сути этого мифа. О том, что носить с собой ножи – это не есть некое противозаконное мероприятие. Об этом бы я снял отдельный ролик, но ввиду того, что я увидел ролик, где сказано об этом достаточно хорошо и лаконично, я просто скину вам ссылку. Это видео было посвящено инвентарю, которое я использую для подготовительной части к видеоролику. В следующем видеоролике я покажу вам то оборудование, на которое я снимаю большинство своих блогов. Благодарю за внимание, всего доброго.